Государственная поддержка семьи с детьми, она является, естественно, главным приоритетом реализуемой государственной политики. У нас принят достаточно большой комплекс мер, который на сегодняшний день предоставляется. Это прежде всего закон о поддержке многодетных семей, в соответствии с которым предоставляются такие же условия, как компенсация оплаты жилищных процедурных условий, включает оплата питания детей школьного возраста, бесплатное отдыхное здравление детей, предоставление земельных участков, это также идет в рамках закона о поддержке многодетных семей, а также бесплатное посещение наших театров и музеев. Кроме этого, в республике принят закон о ежемесячном пособии ребенка, который уже будет оставлять на протяжении последних ряда лет, закон о государственной социальной помощи, и вот с 2017 года у нас расширен комплекс мер поддержки семей и мельчих детей, это те выплаты, которые семьи получают при рождении первого детства и при рождении третьих и последующих детей. То есть здесь выплаты осуществляются ежемесячным месяцем по первым детям и месяцем 24 рубля и, соответственно, до полутора лет по третьим детям и последующим, это 9167 рублей до достижения ребенка возраста трех лет. Все эти меры, которые были приняты с 1 января 2018 года, они были в основу разработанного национального проекта «Демография», и кроме тех направлений, у нас звучит дополнительно за счет средств республиканского бюджета проработанные дополнительные мероприятия. Первое, это мы внесли изменения в наш закон о региональном материнском капитале. Во-первых, мы продлили его действия до 2021 года, до конца 2021 года, а также увеличили размер регионального материнского капитала до 100 тысяч, и это распространяется на тех детей, которые будут рождены многодетных семей с 1 января 2019 года. Кроме этого, разработан проект, который уже находится на подписании, это будет ежемесячно, единопременно, я извиняюсь, вывода для молодых семей, то есть там, где родители в возрасте до 25 лет. Почему мы принимаем именно такую меру социальной поддержки, новую? Поскольку анализ динамики рождаемости, у нас визитерскую тату, что у нас это движение коэффициента рождаемости именно в этой возрастной группе. Мы надеемся, что эти дополнительные направления, они все-таки помогут нам в улучшении в целом тематической ситуации в республике. А критерии до 25 лет, кто может пройти? Какие у них должны быть критерии? Критерии это при рождении первых детей, мама и папа должны быть в возрасте до 25 лет. И все, а доход? Доход не очень. Единовременная выплата один раз в размере 30 тысяч рублей. Это кто с 1 января 2019 года? С 1 января 2019 года. Все, спасибо.